всем привет как всегда спасибо огромное вам за то что пишите комментарии под моими монологами еще раз повторю что очень интересно их считать и мне все это вообще вообще все это очень нравится честно говоря если бы не нравилось я бы этим не занимался ну смысле вот этой записью разговорами было бы не интересно нафиг нашел бы себя занятия тем более что работы у меня достаточно и еще раз напомню о том что если хотите увидеть какую-нибудь пластинку в этих роликах моих в моих руках и сопровождая показ этой пластинки моим текстом то посмотрите в плейлисты которые уже есть там очень много там больше 300 роликов поэтому уж наверняка не наверняка но вполне возможно очень вероятно что эту пластинку которую вы хотите увидеть вы найдете уже в одном из роликов ну а если не найдете напишите и если эта пластинка окажется в моих шкафах там я ее с удовольствием покажу группа которая мне очень нравится я про нее говорил ровно год назад я посмотрел в те самые плейлисты недавно понял что год назад я записывал гру ролик про третий альбом этой группы сейчас я хочу показать 2 и еще парочку у меня их много группа из глубины семидесятых точнее с конца шестидесятых годов выросла и до вплоть до третьего тысячелетия продолжает записывать альбомы хотя один человек осталось только из исходного состава но на нем все в общем и держалась все и держится группу это очень любил сергей курёхин я не знаю что он мне нашел то что я нашел это понятная это не я не не курёхин вот а серёжа при всей его любви к талониусу монку к музыке талониусу монка к авангардному джазу очень любил эту группу и назвал ее одной из самых своих любимых если говорить о рок-музыке но при этом он еще и любил и фрэнки гоуст о холливуд надо сказать поэтому вкусы у него были как у меня примерно в том смысле что очень разнообразные очень широкие я бы сказал эта группа хоквинт вы наверно уже догадались вот третья второй альбом этой группы называется он in search of space третий альбом до руми фасона тидо я уже обозревал можете в плейлистах найти его это третья пластинка который мне нравится по сю пору просто больше всего наверное из всех альбомов хоквинт которых и у меня много а вообще их какое-то бесчетное количество огромное количество пластинок и студийных и концертных и они выходят выходят концертные версии появляются 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 и ну я не знаю очень много просто если задаться целью собирать альбомы хоквинт в общем на всю жизнь хватит этого занятия в этом смысле я могу хоквинт сравнить группы great full dead хотя музыка совершенно разная и страны разные и люди разные и и звук другой но это такие парни которые очень любили играть и любят играть те кто остались еще в живых а это не каждой группе вообще давно некоторые просто ходят как на работу и но это работа действительно работа люди зарабатывают деньги кормить семьи это хоть играют записывают пластинки ездит в туры как и мы все у каждого своя работа а хоквинт они как играет full dead и как там скажем группа каяц которые в пустыне просто играли привозили с собой генераторы аппаратуру расставляли играли в пустыне а хоквинт играли очень много на разнообразных фестивалях в начале своей карьеры да и потом всю дорогу и сначала они играли за заборами то есть вот фестиваль до огороженная площадка там происходит фестиваль а за забором вставляется аппаратура и фигачит группа хоквинт и может играть четыре пять шесть семь часов без перерыва торчали люди на музыке на своей им нравилось они выходили и играли и играли джимовали и им было в кайф от этого но потом они стали уже внутри забора играть потому что люди их полюбили выпускающие компании стали записывать их пластинки выпускать рекорд компании в смысле уже стали внутри огороженной площадке работать продавать пластинки их огромное количество как я уже сказал и до третьего тысячелетия включительно они продолжают фигачить хоквинт инсушев спейс третий альбом состав прекрасный ник тёрнер один из ключевых музыкантов фальсаксофон флейта аудиогенератор вокал дэйв брок сердце мозг и кулак этой группы вокал электрическая гитара акустическая гитара 12 струнная гитара аудиогенератор дэйв андерсон бас электрические акустические шестиструнные гитары дал дитмор синтезатор терри олес ударный дик миг аудиогенератор очень много аудиогенераторов которые создают вот это вот звуковое пространство хоквинт главная группа space рока так называемого космического рока главное не надо про пинг флойд не надо про вот это все ля-ля-ля вот это вот это все это никакой не космический рок космический рок вот это хоквинт это действительно космический рок потому что хоквинт как я уже слышу прослушав ну пластинок 30 наверно хоквинта они никогда не писали поп мелодий у них нет таких вот поп песен красивых поп песенок красивых мотивчиков мелодий таких вот хитовых их нет как факт как явление они занимаются шин другим делом это серьезные мужчины серьезные мужчины которые летят своем звездолете куда правильно в поисках космоса ищут свой космос где он мой космос и сидят в звездолете общаются беседует с помощью музыки и музыка у них такая вот не для попсы как это не для денег родившийся поэт владимир маяковский да как сказано фильме хаса устами африки вот 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 не для попсы родившиеся музыканты группы хоквинт и это слышно и в этом кайф то есть это просто это это совершенно другой пласт другая область музыки хотя это рок настоящего вот это если хотите настоящий рок с приставкой космический вот он здесь вот он здесь первая пьеса длится на этом альбоме 15 минут 15 минут нормально практически в одном аккорде вся практически в одном аккорде невероятное наслоение вот этих аудиогенераторов синтезаторов гитар всего 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 флейта сзади где-то появились при этом это не не просто жужжу это музыка это нормальная тонированная тональная музыка ни с чем не спутаешь это не какой-то там не какая-то конкретная музыка да там это все такой вот летящий звездолет с рычащей ревущей гитары сзади флейта 2 в реверберации вот этот ветер генераторные вот эти звуки сирены все этот и так вот так вот про хоквинт говорил кто-то что эта группа знает всего два аккорда на что то ли дэйв брок то ли лимми киллмистер который потом примкнул к группе хоквинт и несколько альбомов записано с киллмистером до образования моторх это естественно сказал что но зато это правильные аккорды а потом как где-то уже к девяностым годам в какой-то газете написали что группа хоквинт овладела третьим аккордом количество аккордов не играет роли потому что тут такой плотняк такая музыка такой урок что он любо дорого после 15-минутной пьесы который называется you should do that произведение you know you you only dreaming это уже классический хоквинт который пойдет и дальше вот на этих пластинках это для начинающих металлистов альбом это по моему семьде восемьдесят первый год это уже такое я потом перейду к этому периоду хоквинта это уже как написал один критик такую музыку мог и Judas Priest сыграть но у Judas Priest нет такого количества синтезаторов аудиогенераторов и всяких космических прибамбасов как у хоквинт поэтому это круче чем весь Judas Priest вместе а вот эта вторая песня на первой стороне you know you are only dreaming это уже это уже на трех аккордах с гитарой понятно и куплет припев все все сделано очень по-мужски очень круто очень так серьезно master of the universe на второй стороне как сказать как сказать можно сравнить этот альбом я не буду пока 70 74 год это отдельная просто отдельный шедевр ну это не прогрессив рог не какой-то арт-рок это гораздо более серьезно это большая рок-музыка с большими аккордами с большим звуком гитары с хорошим голосом мужским не какой-то там а-ля оперный я пою а серьезные сложные песни там ян андерсон из группы с я что-то они все спокойно вот так вот но очень серьезно это очень серьезная музыка в первую очередь ревущая энергичная с хорошей ритм секции которая качает хотел сказать не по-детски но это глупо какой-то какой-то детский тут тут просто знаю рули в звездолете называется то есть masters of the universe а вот произведение we talked the wrong step here the goal это просто вдруг хиповская баллада с акустической гитарой очень красивая вынесенная в пространство то есть человек космонавт выпался звездолета с гитарой и полетел наконец в космос который все-таки нашел и в этом космосе звука нет до воздуха нет но на гитаре он играет и она вдруг начинает звучать все начинает звучать и вот это вот хиповская акустическая баллада она превращается в какой-то такой tangerine dream неожиданно утонув в леверберации все это так так странно я бы сказал вот just me настрой меня до называется но понятно что идет настройка перестройка как говорил на один из точнее не один а последний президент советского союза перестройка пошла ищет свой звук с помощью аудиогенераторов синтезаторов и электрических гитар очень психоделическая такая хотел сказать инструментальная но текстом есть все-таки текстом есть но но очень музыкальный слушается очень приятно на children of the sun произведение она такое как будто наконец-то сошли с ума звездолетчики наконец-то сошли с ума и сыграли вот это вот по полотно к короткое такое достаточно но описать словами невозможно его никак не представляется возможным потому что с одной стороны это песня эта музыка с текстом с музыкой но какой-то стиль и не это даже не спейс-рок это уже выше бери это уже это вселенная имеет объем да как говорят ученые конечный наш а это вот это то что за вселенной не то что внутри вселенной вот этой огромной нашей гигантской а за границей вселенной уже вот это вот песня названием children of the sun это из это вот оттуда совсем начали записывать эту пластинку артисты в студии джорджа мартина начали на дне работу извините за ним ходили друзья эти друзья однажды взломали бар который находился в этой студии и в алкогольные напитки подмешали лсд там много было бутылок но студия богатая хорошая стоял бар да они в каждую бутылку добавили лсд все закрыли и ушли работники студии когда сказать стали пользоваться баром все это дело начали пить пришли в замешательство что-то не то что-то такое происходит непонятное и остались недовольны группу хоккент убрали из студии она перебралась в другую студию где и продолжила запись нам на радость и альбом этот вышел в 1971 году в поисках космоса in search of space и мы можем присоединиться слава богу благодаря тому что существуют пластинки существуют носители можем присоединиться к этой божественной космической музыки и поискать свой собственный космос может быть кто-то его и найдет я во всяком случае нашел чему безумно рад и путешествие вместе с пластинками хоккент мы продолжим и дальше вы не волнуйтесь это не все их еще там лежит нормально так что надолго хватит все пошел пить пока